К другим темам. Сохраняя историю и традиции, гончарное ремесло считается одним из самых древних искусств на Земле, которое не забыто и сегодня. Молодежь сегодня трепетно перенимает опыт своих предков, оставляя свой след в истории. Как из небольшого комочка глины можно создать настоящее произведение искусства, увидели наши корреспонденты. Издревле гончарные изделия пользовались огромным успехом. Историю о том, с каких времен появилось это древнее ремесло, Маляка Искакова начала изучать, когда сама прикоснулась к этому искусству. Тогда девушка поняла, что это дело станет смыслом ее работы. Параллельно с университетом я, наверное, как все студенты, искала какой-то заработок. И в одной из гончарных мастерских города Астана было объявление, что ищут помощника в гончарную студию. Я такая думала, в школьное время я закончила художественную школу, думаю, почему бы и нет, должно получиться, какой-то опыт есть. В маленькой гончарной мастерской царит необычная атмосфера. Сложно представить, но такими кругами пользовались мастера еще несколько столетий назад. Самый главный момент в процессе изготовления гончарного изделия – это обжиг. Только огонь придает глине прочность, превращает ее в настоящую керамику. Во-первых, для детей это развивает мелкую моторику. Для взрослых это, наверное, снятие стресса, наверное, один из видов релакса. Я даже на занятиях говорю, не думайте о том, что у вас получится, какое изделие. Главное – это сам процесс. Эти две необычные комнаты напоминают маленький музей гончарного искусства. Разглядывая глиняные изделия, можно на секунды перенестись во времена кочевников и представить, когда в их время даже самый небольшой кусок глины был на вес золота. Сохранить традиции древнего гончарного искусства и своих предков – это еще одна цель, которая объединяет сегодня как молодых гончаров, так и мастеров со стажем.